Следующая стадия из этих танцев это прорицательница. Сначала, как говорится, приобретение навыков. Надо же там как-то ходить в этой матрице, и чтобы с тобой еще ничего не случилось. Ну, кое-как натаскали, в принципе, парень, в общем-то, в безопасности. Теперь пора идти к прорицательнице. Ну, прорицательница, понятно, ему говорит, что он ни хрена не избранный, по причине того, чтобы, в общем-то, если человеку сказать, что он избранный, то он ничего-то делать не будет, он же и так избранный, все автоматически должно происходить. Поэтому ему говорят, что ты не избранный, в общем-то, и делают это специально для того, чтобы он, так сказать, понял, что, в принципе, он такой же, как и все, и там же было написано «познай себя», да, то есть, как бы, и, в общем-то, ставят его в ситуацию, да, нет выхода, да, то есть, видите, без ситуации нет выхода, человек, в принципе, вот этим избранным, то есть, человеком стать не может. А ситуация нет выхода, она очень простая и пакостная, как бы, либо ты, либо Морфеус, да, то есть, как бы, очень простая такая вот, ну, я бы сказал так, ситуация, то есть, выбирая между собственной жизнью и жизнью Морфеуса, да, то есть. Ну вот, теперь пора Морфеуса попадать. в неприятности и реализовывать пророчества, да. Сейчас он его будет пытать, что ты видел? Две одинаковых кошки. Дежавя. Что ты сказал? Ничего, просто дежавя. Что ты видел? Что ты делал? Прошла черная кошка, за ней другая такая же. А может, та же самая? Может быть, не знаю. Дежавя означает сбой в Матрице, когда меняют программу. Господи. Быстро. Перерубили канал. Вы в ловушке. О, нет. О, нет. Господи. В ловушке. Господи. О, нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подробный план этого здания. Срочно. Нашел. Дай схему коммуникаций. Восьмой. Свечи вперед. Нео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, Витя тебя успокоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дверь слева. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где они? Ну вот. В общем-то, здесь, в этом моменте, как бы, должен появиться предатель. Ну, то есть, безвыходное положение, в общем-то, после которого Морфеуса должны захватить, а у этого должна возникнуть вот эта вот альтернатива. Или, или. Да. И только эта альтернатива, она, как бы, решает вопрос. Вот. Сейчас. Конец с предателем. Да. И там есть сцена очень интересная с этим предателем, когда он ест бифштекс, или отбивную, или стеки, уже не помню. И он говорит, я ведь знаю, что он не настоящий, да? Но, боже, какой он вкусный, да? То есть, совершенно не важно, еда настоящая, главное, чтобы она была вкусная. То есть, вот, американцы, они вообще мастера иллюзии, не иллюзионисты. То есть, вот, можно не летать на Луну, но чтобы все думали, что ты на Луну летал. Можно быть искусственным миллионером, да, то есть, никогда никаких денег не зарабатывать. Вот он уже говорит, я хочу стать очень богатым и знаменитым, ну, скажем, актером. Да, то есть, вот, я вам сдам Морфеуса, как бы, ну, вы меня обратно подключите к Матрице, да? И, вот, в принципе, мне лучше живется в Матрице, да? То есть, я не хочу жить в нормальном мире, а нормальный мир, ну, извините, поганый этот мир, да? То есть, как бы, там, вот, как раз, какой-то корабль, какие-то движения сопротивления, какой-то зион, как бы, нафиг это все нужно, когда можно, вот, жить достаточно хорошо, да? Ну, и вот этот предатель, он, конечно, здесь нужен для того, чтобы поставить эту альтернативу. Или, или, потому что иначе Нелло, как бы, ну, не сможет никем стать, да? То есть, как бы, навыки не были, нужна вот эта вот, ну, некая, некий толчок для того, чтобы это стало личным для него. То есть, это стало не общим каким-то делом, а личным делом, как бы, вот, как раз с помощью предателя здесь, как раз, и происходит переход от общего дела, как бы, к этому самому личному, как бы, делу. Ну, сейчас... Дело вновь встроить в сеть, я усну, а проснувшись, ни черта не буду помнить. Подумай, если ты хотела сказать что-нибудь важное, свеч, посмеши. Не надо, пожалуйста. Я не хочу. Только не так. Поздно. Будь ты проклят, Сайфер. Не кипятись, Ринити. Я освободитель. И сейчас я это докажу. Если Морфеус прав, контакт отключить не удастся. Если, ну, избранный, произойдет чудо. Он не умрет. Да? Избранный мертвец. Это нонсенс. Ты раньше не говорила. Веришь ли ты россказню Морфеуса? Давай, скажи, да или нет. Взгляни в эти глазки. В его красивые глаза. И ответь. Да или нет. Да. Нет. Не может быть. Веришь ты или нет. Мразь, дерьмо. Сдохнуть тебе придется. Тепирой. Больно. Заживет. А доза? Самая интересная сцена. Вам случалось любоваться Матрицей, ее гниальностью? Миллиарды людей живут полноценной жизнью во сне. Знаете, ведь первая Матрица создавалась, как идеальный мир, где нет страданий. Где все люди будут счастливы. И полный провал. Люди не приняли программу, всех пришлось уничтожить. Приятно думать, что не удалось описать идеальный мир языком программирования. Правда, я считаю, что человечество, как вид, не приемлет реальность без мучений и нищеты. То есть, утопилишь игрушка, которой до поры тешился ваш примитивный разум. Поэтому Матрица стала такой. Воссоздан пик вашей цивилизации. Именно вашей цивилизации. Ведь когда машины начали думать за вас, возникла наша цивилизация. Так, собственно, и произошел переворот. Эволюция, Морфеус. Эволюция. А люди-динозавры. Посмотрите в окно. Это закат человечества. Мы уже здесь хозяева. Морфеус. Будущее за нами. У нас проблема. Что они с ним делают? Хотят сломить волю. Это как взлом базы данных, вопрос времени. Сколько времени? Зависит от воли. Но она даст трещину. Его альфоритм тогда станет вот таким. И Морфеус расскажет им все. Что им нужно? Капитаны кораблей знают код доступа к центральному серверу Зеона. Унизняв код, агенты проникнут в сеть Зеона. Всех уничтожат. Мы помешаем им. Тринти. Зеон важнее, чем я. Чем мы. Чем Морфеус. Выход есть из любой ситуации. Он есть. Выдержим шнур. Убьешь его? Убьешь Морфеуса? Выбора у нас нет. Ничего нельзя поручать людям. Если бы лазутчика раскрыли, они бы сразу разомкнули цепь. Или они мертвы. В любом случае продолжаем придерживаться плана выпустить охотников. Немедленно. Морфеус, ты был больше, чем лидер. Ты был как отец. Тебя никто не заменит. Стой. Я не верю, что это происходит. У нас нет выхода. Разве? Не уверен. Совпадение слишком явное. Ты о чем? Провицательница говорила об этом. И теперь... Теперь все в моих руках. Не поняла. Ну вот. Как раз этот момент. Сейчас все в моих руках. Вот это первый шаг к состоянию человека взять на себя ответственность. То есть вот уже есть навыки, но навыки безответственности, они ничего не стоят. Если человек не берет на себя ответственность, ему не нужны никакие навыки. И поэтому, когда исчезает ответственность, исчезают навыки. То есть человек, который безответственно, он даже не задумывается о том, что нужно. Человек, который есть ответственность, он ищет приобретение навыков. И вот он здесь это как раз показывает. Ты... Ты куда? Я к нему. Исключено. Я должен. Но чтобы спасти тебя, Морфеус пожертвовал своей жизнью. Ты не вправе искать собой. Морфеус считал меня тем, кем я не являюсь. Он ошибся. Что? Я не избранный. Пифе подтвердило. Ты должен им быть. Но я не он. Я не лучше других. Нет, я знаю точно. Я знаю. Откуда? Нео, ты обречен. На поступок к зданиям. Внутри него войска. Может, ты чудо проберешься внутрь, но там столкнешься с агентами. Их трое. Я мечтаю вернуть Морфеуса, но ты предлагаешь самоубийство. Это только кажется. Борт реален. Не могу объяснить, почему он реален. Морфеус верит в меня. Он готов умереть за веру. Мне было это странно, но... Теперь я все понял. Что? Теперь я поверил. Во что? Что смогу его вызвалить. Что ты делаешь? Иду с тобой. Нет, не идешь. Нет? Послушай, во что верю я. Я верю, что Морфеус мне точно так же дорог. Верю, что ты хочешь его спасти, и тебе без меня не обойтись. И еще верю, что раз уж я старший офицер корабля, ты должен заткнуться. Одного тебя я не выпущу. Так, мы готовы. Прекрасная сцена. Вот это вообще супер. Я хочу поделиться теорией, которую недавно создал. Я занимался классификацией биологических видов. И пишу к выводу, что вы немлекопитающие. Ведь все животные планеты Земля инстинктивно приспосабливаются, находят равновесие со средой обитания, но человек не такой. Заняв какой-то участок, вы размножаетесь, пока все природные ресурсы не будут исчерпаны. Чтобы выжить, вам приходится захватывать все новые и новые территории. Есть один организм на Земле со сходной повадкой. Знаете, какой? Вирус. Человечество – это болезнь. Раковая опухоль планеты. А мы – лекарства. Итак, что вам нужно, кроме чуда? Оружие. Много оружия. Ну, такого раньше не делал никто. В этом наш шанс. Почему укол не действует? Может, мы задаем не те вопросы? Оставьте нас. Быстро. Держись, Морфеус. Помощь идет. Они близко. Вы меня слышите, Морфеус? Я буду искренен. С вами. Я этот город ненавижу. Этот зоопарк, тюрьму. Эту реальность. Называйте, как хотите. Меня просто выворачивает. Даже ваш запах. Я дышу им. Ощущаю кожей вашу вонь. И хотя... Я знаю, что это глупо. Я опасаюсь подхватить вашу заразу. Каждый день думаю об этом. Забавно? Мне нужно отсюда выйти. Мне нужно освободиться. Я знаю, что у вас есть ключ. Он в вашем мозгу. После разрушения Зеона я могу покинуть вас. Понимаете? Мне нужны коды. Я пытаюсь найти Зеон. И вы мне все по-хорошему расскажете или умрете. Дальше понятно. В общем-то, спасение Морфеуса. Великая демонстрация безумных способностей Нео. Потому что человек, взявший за себя ответственность и обладающий навыками, он, так сказать, по сути своей непобедим. Но... Есть третий элемент, которого она ему не достает. То есть, вы видите, ему не достает силы. То есть, у него есть навыки, у него есть такие прекрасные вещи, как ответственность. И осталась только одна вещь, которую ему не достает, это сила. Чтобы обрести эту силу, нужно умереть. То есть, тот Нео должен умереть и появится новый Нео. Совершенно. Да? То есть, как бы... И вот как раз сцена смерти... Она, в общем-то, обязательно здесь. Вот. Я больше не боюсь. Провидица предсказала мне, что я должна влюбиться. И мой любимый избранный. А значит, ты... Не умрёшь. Не умрёшь. Ведь я тебя люблю. Слышишь? Я тебя люблю. Чё, шинство? Нео стал бессмертным. Не только и жил, но и жил. Нет. Как вы видите, агенты сильнее человека, но не сильнее сверхчеловека. То есть, тот, кто умер один раз, второй раз умереть, как бы, не может. То есть, как бы, так рождается сверхчеловек. И какой бы тренированный человек ни был, агенты всё равно сильнее его. Но они не сильнее сверхчеловека. И Нео вот в этот момент времени, когда он умер, он становится сверхчеловеком. Да, то есть, как бы, и дальше... Он не исправный. Три. 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 КОНЕЦ 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 Я знаю, вы меня слышите. Я чувствую вас. Я знаю, вы боитесь Боитесь нас Боитесь перемен Я не знаю будущего Я не стану предсказывать, чем все кончится Я скажу лишь, с чего начнется Сейчас я повешу толку И потом покажу людям то, что вы хотели скрыть Покажу им мир без вас Мир без диктата и запретов Мир без границ Мир, где возможно все Что будет дальше, решать нам Ну вот, этим, в общем-то, заканчивается матрица Ну, то есть, как бы Человек становится сверхчеловеком И тогда Вся эта конструкция, оболочка Она, в общем-то, продолжает существовать Для какого-то, как бы, количества людей Но для такого человека Эта конструкция будет То есть, вот эта дверь То есть, вот ключи Навыки, ответственность Смерть Собрались в единый ключ И открыли эту, как бы, в общем-то, по сути, дверь Вот И когда мы говорим о таком, как фильме «Матрица», да Как бы, бодриаровском варианте, как бы, философии То, по сути своей, я вам собрал Бодриара и, в общем-то, Попова На одной, как бы, сцене Как две стороны одной медали Для того, чтобы вам было понятно В чем проблема, да То есть, как бы, у человека Да, то есть Есть три составляющих Как у Бодриара Три составляющих фотографий И, точно так же, три составляющих Ключа к этому Как бы, к тайне этого, например И, если этот ключ найден То дальше нет ничего невозможного На этом я хотел бы закончить Вот этот сценарий Он не удостоился никаких наград Ну, понятно, известно почему Потому что Матрица, она Не может наградить Матрицу Тут же Не хиппи